Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Посмотрите на этот роскошный кучерявый щавель. Это называется кучерявый щавель. Посмотрите, какой он красивый. Многие думают, что это сорняк и нещадно с ним борются. Они борются с таким замечательным лекарством. Сейчас он вовсю пошел. Почему он пошел ранним мартом? Я уже вам листики показывала. Его у меня и простой щавель пошел, и этот щавель пошел кучерявый. Называется он румакс криспус. И конский. У меня несколько, несколько видов щавля. И мы с вами еще будем смотреть. И вот этот щавель румакс криспус на английском yellow dog. А кто в Соединенных Штатах, это yellow dog. А кто у нас, это щавель именно кудрявый. Это многолетнее растение. Многие его считают почему-то непригодным и выбрасывают. А тем самым это изумительное растение. Полезнейшее и питательное. Распространен практически везде. И сразу можете записать, от чего он. У кого нарушение функции печени, желчного пузыря. У кого кашель, плеврит, бронхит, бронхиальная астма. Очень хорошо, как противоглистное. А еще это, у кого проблемы с кожей. И я очень люблю это растение использовать в качестве, вот посмотрите, хочу показать вам семена. Вот такие вот цветочки сначала, а потом семена. Я использую для масок листики. Вот сейчас молоденькие листики. И в прошлом году я вам показывала. Я перемалываю, добавляю на где-то, может быть на полстаканчика, пол чайной ложки меда. И добавляю несколько капель, 5-7 капель растительного масла. Хорошенько перемолола в блендере. И вот эта замечательная маска так хорошо отбеливает мое лицо и разглаживает морщинки. И лицо у вас как картинка. Поэтому советую всем обратить внимание на вот этот изумительный, именно кучерявый вид щавля. У кого угри, фурункулез, экзема, псориаз и дерматиты. Вот этот сок на раз, на раз справится с любой вот такой вот заразой. А еще используется для снятия тошноты и сжоги. У кого раздражение кишечника и анемия. Также у кого авитаминоз. Почему? Да, я вам скажу. Химический состав просто уникален. Просто уникален. Во-первых, собираем корни сейчас. Март, апрель. Все, летом собирать корни нельзя. Дальше уже можно только осенью. Я буду собирать и сейчас, и осенью. Молоденькие листочки сейчас в салатик. Очень любят этот листочек чесночок и морковку на терочке. Обязательно используйте. Можно просто в кипятке бланшировать, в соленой водичке подержать немножко. И добавлять в щи, в окрошку и в борщи. Обязательно. Можно просто тушить. В общем, употребляйте как салатные листья латуки. И употребляйте как шпинат. Очень хороший салатик, когда вы в кипятке пробланшировали и добавляете яйца туда. Немножко перчик, чесночок. Все это перемешиваете. Немножко лимонного сока. Соевый соус. Все. Это замечательно. Можно 1 треть чайной ложки меда. Все. Это замечательный салат. Кислинку дает. Ну, а я мелко-мелко нарезаю. И в сыром виде то же самое делаю. Очень хорошо сочетается с луком. Кто-то пассирует лук. Я нет. Только в сыром виде. Причем разный. И парей в том числе. В сочетании с мятой изумительной. Запишите и помните об этом. Ну, и в медицине высушиваем листы, листики, собираем корешки, собираем семена и не забываем, что относится это к гречишным, гречка. И поэтому здесь очень много железа. Кроме витамина С, К, В1, В2, В, каротина, дубильные вещества, флавоноиды, рутин, антоцианы. Здесь есть еще кофейное хлорогеновое. И кверцетин, флавоноиды. Про кверцетин я говорила. Еще есть антрохиноны. Это хоризофанол, фисцин, М1. Мы будем об этом говорить. Ну, а вы записывайте, не забывайте. И смотрите, еще раз. Корневище с корнями. Листья, семена, плоды. В этом растении абсолютно все полезно. И не забудьте такую схему. Корни собираем. Либо вот сейчас ранней весной, либо поздней осенью. Листья в июне, в июле. Семена в августе, сентябре. Ну, а молодые листочки, они сейчас вам тоже помогут восстановить тот витаминный состав, который необходим вам на данный момент. Ну, и мне нужно делать из него, из этого щавля, масочки. Это необыкновенное растение. Наоборот, хольте или лейте его. Выращивайте на своем участке. И радуйтесь, что он у вас растет. В китайской, индийской, народной медицине многих стран используют в качестве вяжущего, слабительного. Но как слабительно? Если вы положите, например, одну столовую ложку на пол-литра, то это будет у вас как вяжущая. А если две столовые ложки или даже три на пол-литра, то это будет слабительное. Вот такое вот интересное средство это. Добавляйте, сушите, добавляйте в супчики, добавляйте везде. Делайте отвары, делайте кисели. В общем, это изумительная вещь. Делайте коктейли, добавляйте в свои собственные. В кефирчик добавили, все. Вот у вас уже зеленый коктейль. А я люблю вас. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. И не забудьте передать эту информацию всем. То есть распространяйте. Еще забыла сказать, что тертые, свежие корни. Их прикладывают к месту даже укуса. Например, укусил комарик. Вы помазали и поверьте мне, у вас очень быстро воспаление пройдет. Если, не дай Господь, конечно, оса укусила или пчелка, тоже сразу помажьте и все. Все, змеиный укус, не дай Господь. Но вот первое, первое средство – это вот тертые, свежие корни или сок. Лучше всего, конечно, сок. А настой корней и листьев, он действует как тонизирующий, как укрепляющий, стимулирует. Освежающий. Я делаю настой корней и добавляю туда лимончик. И успокаивающий, и освежающий. Бесподобно. Листики делаем отвар и восполняем витамин С. И точно так же добавляем туда лимончик. Изумительный тонизирующий напиток. Поэтому, особенно у кого бронхи не в порядке. И еще, 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 чтобы все сразу сказать, а вы запишите, у кого геморрой, вам обязательно следует прикладывать примочки и спринцеваться вот соком именно этого кучерявого щавеля. Смотрите, видов очень много, но кучерявый щавель, он кровоостанавливающий, он ранозаживляющий. У кого трещинки, у кого боли в области сердца, сердечная недостаточность, тоже. Обратите внимание на это изумительнейшее растение. Ведь смотрите, сейчас только наступает весна, а уже листочки этого щавлят тут как тут. Уже все. Говорит травник, ты где? Ты где? У кого мозоли, прикладывайте кашицу до полного выздоровления. Вот и все, здесь ничего сложного нет. Надеюсь, вы записали эту информацию, получили от меня благословение. И передайте, благословляйте других, собирайте, сушите и просто красиво оформляйте и дарите. Дарите и людям, которые вы знаете, что болеют. Болеют тем или иным из перечисленных заболеваний. Дарите им, восстанавливайте их. Просто как БАД биологически активную добавку дарите. Люблю вас. Пока-пока.